МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лакокрасочные материалы и средства для ухода за автомобилями стоимостью более 100 тысяч белорусских рублей незаконно пытались везти на территорию ЕАЭС. В Щучине парень похитил 24 мобильных телефона и подарил их знакомым. В Гродно задержали 20-летнюю закладчицу. Для девушки это был дополнительный заработок. Мужчина украл у знакомый золотой зуб. Теперь его будут судить. Об этом и не только смотрите прямо сейчас в эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Ольга Пранкевич. Здравствуйте. Щучинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о краже мобильных телефонов. По данным следствия, ночью 7 ноября из помещения одного из частных предприятий Щучина, занимающегося продажей мобильной техники и аксессуаров, было похищено 24 мобильных телефона на общую сумму свыше 27 тысяч белорусских рублей. Установлено, что к совершению указанных действий причастен 25-летний уроженец Щучинского района. Молодой человек подрабатывал грузчиком у владельца магазина. Парень был осведомлен о планируемом переезде фирмы, а также о месте, где хранилась коробка с мобильными телефонами. Вечером 6 ноября текущего года 25-летний молодой человек распивал спиртное в компании своих знакомых. После чего ночью направился в помещение офиса, откуда похитил 7 мобильных телефонов, которые в последующем подарил своим друзьям. После этого мужчина направился еще раз в помещение данного офиса, откуда похитил 17 мобильных телефонов, которые также подарил своим знакомым. Следователями, совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз, осмотрено место происшествия. Допрошены подозреваемые и свидетели. По данному факту, Щучинским районным отделом Следственного комитета в отношении 25-летнего парня возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси, кража, совершенная в крупном размере. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РУВД задержали очередную закладчицу наркотиков. 20-летняя жительница областного центра непродолжительное время работала на интернет-магазин, раскладывая запрещенные вещества на территории города Гродно. Для девушки это был дополнительный заработок. При задержании у гражданки по месту жительства обнаружено 25 свертков с альфа-ПВП, а также материалы для изготовления так называемых закладок. Ранее подозреваемой осудимой не было, сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. К слову, совсем недавно ее парень на длительное время отправился в места лишения свободы также по наркотической статье. Несмотря на это, девушка не перестала раскладывать запрещенные вещества и с большой долей вероятности повторит путь своего возлюбленного. Жительница Гродно осталась без зуба после встречи со знакомым. Некоторое время назад 53-летняя жительница областного центра навязался в гости ее 35-летний приятель. В какой-то момент она отлучилась, а ее товарищ решил полазить под тумбочком, чтобы найти что-то ценное. В первую очередь ему на глаза попалась золотая зубная коронка, которую он решил оставить себе. Через некоторое время мужчина покинул жилище вместе с украденным в надежде на то, что потерпевшая не заметит пропажу. Однако этого не произошло. Потерпевшая сообщила о краже золотого зубного протеза стоимостью 350 белорусских рублей в Ленинске РОВД города Гродно. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен, а его действия квалифицированы по статье «Кража». Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии товара стоимостью более 100 тысяч белорусских рублей выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный лог». Согласно представленным сведениям, в транспортном средстве из Литвы следовали средства для ухода за резиной, лакокрасочные материалы, спреи и другое. При проведении таможенного досмотра установлено, что часть такого товара, а это 5,5 тысяч единиц, в документах не указана. По выявленному правонарушению сумма составила порядка 30 тысяч белорусских рублей. По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. 11 ноября около 9 часов вечера очевидец сообщил службу 101 о пожаре в одной из деревень Гродненского района. Частный деревянный дом горел открытым пламенем. Прибывшее подразделение ликвидировали возгорание и внутри обнаружили погибшим сына хозяина 1995 года рождения. Выяснилось, что хозяин проживал совместно с двумя взрослыми сыновьями. На момент пожара он находился у матери по соседству, а сыновья покинули горящее строение самостоятельно. Младший вернулся, чтобы забрать сотовый телефон и обратно уже не вышел. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Основная рассматриваемая версия причины возгорания неосторожное обращение с огнем при курении. Еще один пожар, который, к сожалению, закончился трагедией. 12 ноября около 4 часов утра жительница одной из деревень Карелического района проснулась от треска и отблеска в пламени в окне. О пожаре соседского жилища она незамедлительно сообщила по телефону 101. Прибывшая по указанному адресу подразделения МЧС обнаружили открытое горение частного жилого дома. Одновременно с ликвидацией возгорания бойцы МЧС приступили к поиску людей. На полу в жилой комнате погибшим был обнаружен хозяин 1960 года рождения. Выяснилось, что мужчина проживал один, имел проблемы со здоровьем, и помощь по дому ему оказывала проживающая неподалеку сестра. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки телевизора. Расследование обстоятельств гибели человека проводят специалисты Карелического районного отдела Следственного комитета. По данным следствия, 23-летний житель Зельвы, являясь игроком компьютерной игры, решил продать виртуальный нож, о чем разместил объявление в социальной сети. С ним связался потенциальный покупатель, с которым парень договорился о цене. После этого, обещая заплатить 216 белорусских рублей за виртуальное холодное оружие, покупатель отправил продавцу ссылку на обмен. Так, через интернет-сайт мошенник перевел нож в свой аккаунт, а свои обязательства по оплате не выполнил. Потерпевший связался с ним, настаивал на возврате виртуального оружия. Однако собеседник затребовал перевести на его банковскую карту 300 российских рублей, обещая вернуть нож. После перевода необходимой суммы злоумышленник перестал выходить на связь. Следователем допрошен потерпевший и осмотрен его игровой аккаунт. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Ленинском РУВД города Гродно устанавливаются личности молодых людей, которые подозреваются в краже футбольного мяча со стадиона. Инцидент произошел 29 августа в ходе футбольного матча. После игры сотрудники недосчитались одного футбольного мяча стоимостью 290 белорусских рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже могут быть причастны граждане, изображения которых вы видите на экране. Однако их личности установить не удалось. Если вы узнали этих молодых людей, просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране. Молодым людям рекомендуют самостоятельно явиться в органы внутренних дел. 9 ноября гродненским спасателям позвонила молодая мама и сообщила о том, что ее сын срочно нуждается в помощи. Спасатели незамедлительно направились на улицу Суворова. Выяснилось, что двухлетний малыш, играя, засунул голову в отверстие пластикового сиденья для горшка и застрял. Мама попыталась его освободить, но безуспешно. Прибывшие спасатели при помощи механических кусачков за несколько минут освободили ребенка. Госпитализация ему не потребовалась. И в завершение происшествия в мире по меньшей мере 41 человек стал жертвой сильных ливней на юге Индии и Шри-Ланке. В частности, из-за проливных дождей в островном государстве Шри-Ланка погибли 25 человек. Большинство из них утонули. Сообщается также о пострадавших в результате оползней. В Южном индийском штате жертвами ливней стали 16 человек. Ранее также сообщалось о 50 тысячах пострадавших. За последний месяц там было зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%. 9 ноября в связи со стихией в штате был объявлен высший режим тревоги. На этом у меня все. В студии для вас работала Ольга Бранкевич. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова